В этой официально необъявленной войне коронавирус не сдаёт своих позиций. Новый всплеск заболевших и очередные жертвы. Ежедневные сводки обновляются с приростом смертей и госпитализированных людей. В Мордовии за сутки выявили новых 64 случая. Из них более 40 в Саранске. В стационарах разворачивают дополнительные места. Ситуация становится похожа на весенний сценарий, когда в республике больные COVID-19 занимали почти полторы тысячи койко-мест. Ситуацию обсуждали на высоком уровне, однако вирус с мнением руководства региона не считается. Поэтому в дело вновь вступают врачи. Все это, естественно, создаёт необходимость нам разворачивать дополнительный коечный фонд для того, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Ежедневно у нас количество коечного фонда, которое мы должны дополнительно раскрывать, увеличивается на 30-50 койко. 26% заболевших не имеют клинических проявлений, а значит, что тот, кто отказался от ношения маски в общественном месте, потенциально может заразить 5-10 человек, особенно если учесть, что социальную дистанцию трудно соблюдать в общественном месте. Пока в Мордовии сохраняется ряд ограничений на свадьбы, поминки и многое другое, а вот в Подмосковье и Москве уже поговаривают о усилении мер безопасности, но комендантский час вводить пока не собираются. При этом отвернувшихся из Москвы жители Мордовии ждут соблюдения карантинных мер в отдельных регионах. Страны уже ввели дополнительные жесткие меры к приезжим и запретили массовые собрания. В очередной раз напомнили пожилым, что выходить из дома нужно только в крайних случаях, а работодателям предложили отправить 30% сотрудников на удаленку. Саранский градоначальник тоже не остался в стороне и подчеркнул важность перчаточно-масочного режима. Сотрудники и торговых объектов, и кафе, и общественного транспорта, и такси должны понимать необходимость введенных мер. Нарушая предписанные специалистами профилактические меры, они подвергают риску свое здоровье, здоровье своих близких, а также посетителей или пассажиров. Сейчас все в пример ставят Китай. Если там сказали носить маски, все жители носят маски. Лишь профилактические меры, сознательность каждого человека поможет победить эту болезнь. Как в Забайкалье, мордовские школы на дистанционное обучение переводить не планируют. Уже скоро школьников ждут осенние каникулы, которые могут сгладить обстановку. Наталья Тюрина, НашНовости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова